Субтитры сделал DimaTorzok Я даже не знаю, чем сегодня заняться. Столько дел, с одной стороны, да, но не знаешь, за что схватиться, и на улице хочется побыть. И в доме дела есть, и вот мы разрываемся просто. Сегодня должны привезти нам дрова где-то через пару часиков. Ну, а пока мы их ждём, мы решили домыть потолки в спальне, и на кухне чуть-чуть осталось. Здесь выдалась у меня свободная минутка, решила я простернуть своё бельишко. Уже подогрела воду, налила в тазик, добавила гель для стирки. Ну, и сейчас бельё туда закидаю, замочу, потом пожамкую, прополоскаю. С ним возни особой нет, нужно просто его немножечко освежить, и не более. Хочу более подробно рассказать вам вот об этом средстве от компании Синергетик, которое я здесь приобретала, рублей так за 150 что ли, объём, кажется, литр. Вы знаете, мне это средство понравилось. Оно биоразлагаемое, для меня это было важно, потому что всю эту воду я выливаю в канаву. И оно не мылкое, оно очень легко и просто смывается и с рук, и с вещей мягкой водой. Сейчас я постираю, да, и полоскать я буду вещи не из-под крана в воду брать, а дождевую. Она безумно мягкая. И буквально за два раза всё это бельё выполоскается, и будет абсолютно чистым, без мыла, никаких проблем. Очень хороший Синергетик, пахнет лавандой чуть-чуть на белье. Кстати, я не заметила, чтобы аромат оставался, но я немного добавила этого средства. Мне Синергетик понравился. У меня в Петербурге сейчас есть гель для стирки Синергетик, но не для деликатных тканей, а просто для стирки. Он, кстати, так же пахнет, как и этот, тоже такой немножко аромат лаванды странный. И тот гель мне нравится, я его точно так же, как и этот, использую просто так, для стирки на полчасика, чтобы освежить вещи. Я не знаю, как Синергетик отмывает пятна, но просто так что-то быстренько постирать, с этим он справляется великолепно. Хорошее средство, но, конечно, крайне небюджетное. У меня дома большая пятилитровая канистра, я её заказывала, наберу, кажется, рублей за 400 или 500, и это по акции. А так, конечно, очень дорого стоят биоразлагаемые такие средства, но они всё-таки действительно того стоят, как они хорошо выполаскиваются мягкой водой. И меня это просто очень-очень радует, особенно здесь. Нам дрова привезли. Их. Котя, Котя, Кс-Кс, Мусяндра, иди сюда, сейчас тебя дровами-то... Здесь надо в магазин пойти, а потом... Он сюда будет свален? Да, да. Сюда вот подъедет и сюда свалит. Вот, видите, провода поддерживают. Сейчас он нам сюда вот это всё как высыпает. И чтобы выйти из дома, придётся прыгать через канаву. Какая красота. Надо быстро-быстро всё это будет растаскать. Надо мокрое, а то поюшки вышли. Вот такая телега дров стоит шесть тысяч рублей. Давай, отползай. Я запечатлеть хочу. А, да ладно. Так, как-то не все высыпались-то, да? Нет, так они сейчас... Он повернёт её ещё и так, да? Я не знаю. Или просто подёргает трактором? Я думаю, что телег что-то поворачивается. Так, подожди, сейчас он всё сделает. Ой, мама, мама, отходи. Всё, всё в канаву. У-у-у. Жуть-то какая, а! Засыпало-то. Всё. У-у! Я думаю, что на водостанем. Они быстро запрыгают. А как же под дождь попадает? Да нет, просто. Красота какая. В магазин, мама, тебе не сходить. Не перепрыгнешь ты тут. Прежде чем взяться за работу, мы подкрепились хорошенечко. И сейчас будем все здесь разгребать. Сколько здесь? 5 или 6 кубометров тров. Да, нужно все это по-быстренькому перетаскать в сарайку. Потому что погода не то чтобы портится, но какие-то подозрительные здесь тучи ходят. Сейчас мы закидаем эти дрова не все, а естественно по очереди по чуть-чуть в тележку и будем возить туда-сюда, туда-сюда. И носить можно, чтобы быстрее было. А кто-то будет стоять в сарае и эти дрова раскладывать. Вот такой у нас план. Вот сюда мы привозим дрова и сразу начинаем их раскладывать. Это те дрова, что сверху они сухие. Те, которые упали в канаву, конечно, нужно будет во дворе сначала для просушки оставить, ну а потом тоже перетащить в сарайку. Работаем. Может, конечно, так сильно и незаметно, но уменьшается наша гора, гора дров. Особенно это видно в центре. Каждый из нас определил свой фронт работ. Я вот в тележку складываю эти дрова. Вот для этого у меня есть специальные перчатки, да, потому что можно и занозу хватануть. Мне, кстати, да, вот принесли магнитофон, или как эта штука называется, в общем, музыку я здесь слушаю, да. Проигрыватель такой вот у нас есть, симпатичный. Я сейчас выключила музыку, потому что, не знаю, пропустит Ютуб Кипелова или нет. Да, в общем, я нагребаю дрова в тележку, муж возит, сбрасывает рядом с сарайкой, перетаскивает в сарайку, а мама там уже складывает поленицу. Да, она просто мастер у меня по складыванию полениц. Так что все предели и стараемся, стараемся как можно быстрее всю эту гору растащить. За один день, наверное, все-таки не справимся, но мы попробуем. Вот, что осталось на завтра у нас. Такие две кучки. Вот эти дрова, они из канавы, их нужно будет просушить. Вот там тоже кучка. Ну, как по мне, так неплохо. Если бы нам дрова привезли с утра, то сейчас здесь, наверное, вообще бы ничего не было, мы бы их все перетаскали. А так, сколько мы? Четыре часа, да, четыре часа работали. Ну, и завтра с утра тоже поработаем. Сейчас, конечно, банька бы не помешала, но, к сожалению, баня будет только завтра. Часть дров мы принесли во двор. Вот такая тут кучка у нас лежит. Двор уже закрыт, но я сейчас обойду, через дом пройду, покажу вам наши поленицы. Вот. Два ряда полени. Это мама тут складывала. Дима подвозил, а я телегу нагружала. Здесь еще дрова. Тоже, наверное, где-то вот досюда наберем поленицу. А остальные, которые сюда не влезли, ну, сарайка-то маленькая, они будут на улице под шифером лежать. Ну, вот, теперь есть чем топить. Ползимы, наверное, на таких дровах-то прожить можно, да? Смотря как топить. Ну, да. Березовых мало здесь, конечно, полешек. В основном это осина. Вот такой веселый день у нас был. Целый день провозились с дровами. Больше ничего не делали. Потолки даже не стали мыть. Ну, потому что потолки подождут. А вот дрова нужно обязательно на свой участок перетащить как можно быстрее, сложить и выдохнуть. Да, дров много. Тетушка будет довольна. Ну, а на сегодня свой влог я буду завершать. спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока! Всем привет! Сегодня воскресенье, 26 июля. Мы собираемся в баню. У нас сегодня банный день. Баня работает до 8. В принципе, можно в любое время туда прийти, но вот моя мама любит ходить с утра, относительно с утра, пораньше. Пока там не очень жарко. Потом к вечеру, конечно, там уже очень жарко и внутри, где моются, и в том помещении, где переодеваются. а сейчас около двух часов. там нормально. И людей не очень много. Так что не очень логично, конечно, сегодня день построен. Сначала сходим в баню, а потом будем дрова таскать. Нужно бы было наоборот, но наоборот не получилось у нас. Да, кстати, сегодня ночью шел дождик, немножечко подмочила наши дрова, но думаю, не очень сильно. Ну и белье свое, которое вчера стирала, я тоже оставила на улице. Ну и сохнуть оно теперь будет до вечера. А так уже можно было бы снимать. Ну, что поделать. Да, надо было думать раньше. Да, так что мы вещи уже собрали свои и вот сейчас уже будем выдвигаться. Ну вот, пришли мы из баньки, хорошо намылись, сейчас будем пачкаться, перетаскивая эти дрова во двор. В сарайке уже места нет, поэтому работа пойдет быстрее до двора довести и там сбросить, да, из тележки все это добро. Вот такая у нас тут кучка и вот такая вот. Ну, совсем чуть-чуть, да, осталось-то часа на два работы. Ну, на три. Ну, в общем, приступаем. Теперь о том, что здесь были дрова, напоминает примятая травка и разного рода ошметки, кусочки дров. Еще какая-то ерунда, грязи очень много было, да, в дровах. То, что здесь дров нет, не значит, что все они уже на своих местах. На самом деле, мы просто все эти дрова сейчас собрали и свалили в проулки, да, покажу вам, что там у нас получается. Когда я была маленькая, вот такие уже колотые дрова не привозили, привозили огромные бревна, их нужно было пилить, потом их нужно было колоть и только потом уже укладывать в полейнице. Да, и вот здесь, вот именно на этом месте стояли козлы, и мы двуручной пилой, я с мамой, либо мама с тетушкой, с дедушкой, да, с бабушкой, мы все это дело здесь пилили, а потом дедушка рубил дрова, ну, либо моя мама, да, когда она была помоложе, она прекрасно колола дрова. Полейница она до сих пор очень хорошо складывает. Вот, где наши дрова. вот, посмотрите, еще одна полейница мама уже сложила, и вот все, что нужно положить. Дима сейчас там выбирает березовые полежки, и их вот туда уносят в сарайку, березовые больше всего тепла дают, ну, это мне мама так сказала. Ну, все, наша работа не то, чтобы закончена, но почти. Эти дрова лежат уже на нашем участке, их уже никто не тронет, можно за них не волноваться. Единственное, что нужно волноваться, не пошел бы дождик, не намочил бы нам все дрова. Да, обычно их закрывают шифером, чтобы туда вода не попадала. И вот сюда еще, наверное, будем складывать специальное такое место для дров. Я всех вас уже, конечно, дровами достала своими, дровами. Но все-таки последний рывок. Все дрова мы убрали, сложили вот такую небольшую поленицу. Я, кстати, в первый раз в жизни складывала поленицу. Это не так просто, как кажется. Это не просто друг на друга скидывать все эти дрова. Нужно их подгонять друг к другу по размеру, чтобы они не шатались, чтобы поленица не развалилась. Она, конечно, немножечко такая кривенькая, но вряд ли она упадет. Она невысокая. Плюс мы еще вбили колышки. Никуда она не денется. Да, так что все. Фу. С дровами мы закончили наконец-то. Когтеточка, да, скажи, мусенька. Коготочки почесать. Поперли мы вот эту вот сливу, а то уж совсем она мешала телегу возить туда-сюда. Но зато кошке есть где почесать когти, потому что ее когтеточку мы под поленицу забрали. Да, Мусяк? Мусяк? Зайка, здравствуй, сладкая. Такая маленькая, такая изящная, такая худенькая, да, пузатенькая, хорошая, мусенька, мусенька. Где твои женихи, мусенька? Кажись, сегодня еще не приходили. Одна единственная кошка на всю улицу. Понятное дело, что к ней постоянно ходят какие-то коты. Ну, и она каждый год и не по одному разу у бедняга рожает. Она же уже вечереет. Около семи сейчас. Мы решили пойти прогуляться. Честно говоря, гулять здесь особо негде. и я вам все показала. Понятия не имею. Что еще я могу вам здесь показать, чтобы вам было хотя бы не совсем скучно смотреть эти влоги. А то одни дрова, 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 дрова. хотим мы сейчас дойти до пятерочки, купить там мороженое, зайти на вокзал посмотреть билеты, ну, а потом пойдем прогуляемся. Я, честно говоря, планировала уехать, например, в Рыбинск отсюда. Раньше ходили поезда до Рыбинска днем. Но когда я пыталась эти билеты в интернете найти, точнее, этот поезд, выяснилось, что нет, в Рыбинск уехать можно только на Ярославском, а он ночью здесь проходит. Так что Рыбинск, к сожалению, отпал. Искала я в интернете поезда до Кашина или до Калязина, но почему-то тут уру мне показывал только ночные поезда Ивановский, Ярославский. А мамина двоюродная сестра сказала, что есть Савеловский поезд. Он утром уезжает в Савелово, вечером возвращается и на нем можно доехать и до Кашина, и до Калязина. Я по карте, по Яндекс. карте посмотрела размеры этих городов и выбрала Калязин. Он покрупнее, поскольку поезд утром туда нас отвезет, нам целый день же нужно будет там болтаться. нужно, чтобы в городе было как можно больше достопримечательностей, каких-то кафешек. Мы же целый день не можем голодно это ходить. И вот Калязин в этом вопросе, конечно, показался нам интереснее. Идем вот на вокзал, посмотрим, можно ли купить билеты сегодня или только в день отправления. решили мы рискнуть и пройти самым коротким путем напрямик к площади. Надоело круги эти выписывать. Очень долго получается или через магнит идти, или через клубную улицу. Это не очень-то и близко. Ну, относительно, конечно, здесь все в шаговой доступности. Вот, проверяем путь, поскольку и вчера было тепло днем, и сегодня тоже весь день хорошая погода. Мы подумали, что тут уже все подсохло более-менее и надеемся проползти. Ну, вот, вот почему, почему эта дорога так ужасно выглядит? Еще несколько лет назад она была нормальная. По ней даже в плохую погоду можно было проползти с чемоданами, с сумками же на вокзал ходили. А сейчас как будто вообще никто здесь не ходит. Кошмар. Вроде у нас получается пройти и не испачкаться. Ну, это радует. Все-таки проползли мы. Идем мимо такого большого дома. посмотрите какой огородик здесь симпатичный. Картошка, парнички, красота. Немножко грязно, но не страшно. Вот такие виды нам открываются. Здесь когда-то вот в этом здании было очень-очень много угля. Так, посмотрите, телефоны. Вот интересно, они работают? Интересно, что-то пользуются? Не знаю. Да, сейчас, наверное, никто не пользуется. У всех мобильные телефоны, смартфоны это недорого. У мобильных операторов куча разных предложений. не хотите МТС, берите Теледва, Мегафон, все что угодно, что вас больше устраивает, что вам нужнее, интернет, СМС, бесплатные всякие мессенджеры. Да, раньше ничего этого не было. Вот приходили люди на почту, ну, я об этом говорила. Так, универсальные услуги связи Россвязь. Тут даже шрифтом Брайля что-то написано. Куда можно позвонить отсюда? Для внутризонового вызова, для вызова абонента сотовой связи своего региона. Да, видите, все тут все понятно. Давайте снимем. Ой, гудит. Ха-ха, классно. Ну, наверное, кому-то нужно, раз аж 4 телефона повесили. Так, а как мне отсюда выбраться-то? Эх, все разваливается. Молодежь уезжает отсюда. Что здесь спрашивается делать-то? Подходим к церкви. Восстановить не получится, а это здание, ну, вот как бельмо на глазу. Не проще ли снести и построить здесь что-нибудь другое? да? Или снос сейчас тоже недешев. без флаг. А чтобы построить, надо же, наверное, тоже деньги опять-таки положить, чтобы еще и востребов было. Ну, поэтому вот такая вот красота здесь стоит уж сколько лет. Непонятно зачем место занимает. И как-то меня лично это здание именно уже вот в таком вот разрушенном состоянии очень сильно расстраивает. зашли мы на вокзал вот и здесь расписание пригородных поездов вот Санково-Савелова в 7.20 ежедневно прибытие в 23.30 сюда из Савелова кроме четверга и воскресенья. А вот здесь такое вот расписание. Ну, это крупные поезда. Какие-то информационные стенды. Такой небольшой вокзал. Когда-то он был другой совсем. Сейчас такой более уже современный. Билеты стоят 203 рубля до Колязина. Купить их можно когда угодно. Можно было бы даже сегодня приобрести, если бы мы пришли пораньше. А то там уже кассу закрыли. Какую-то пригородную кассу у них своя отдельная. Ну, ничего страшного. Билеты, поскольку не на большой поезд, а на пригородный. Их продают без паспорта. И купить можно будет прямо в день отправления. Ну, мы, я не знаю, или завтра сюда зайдем пораньше, или уже в авторник перед поездом. Очередей, как сказала мне кассир, здесь не бывает. Ну, да, тут и людей-то практически нет. Купили мороженое, идем, гуляем. Не зная, куда пойти, я решила сходить, показать вам, где здесь находится больница. я не знаю, просто, куда еще вас можно сводить. Этот поселок, не знаю, за час обойти можно по диагонали. И сами мы уже со скуки тут маемся. Поэтому пойдем туда, где еще не были. Чтобы попасть туда, где это, больница, нужно дойти до конца проспекта Ленина, до Магнита. Дошли мы до спортивного зала. Здесь есть паспорт объекта, посмотрите, да. И хотим прогуляться вот по этой улице. Она называется Народная. Ведет она за железную дорогу. Вот, дошли мы докуда-то. Честно говоря, я здесь не была, не довелось мне полежать в Санковской больничке, к счастью. Больница маленькая, я так понимаю, что вот там за деревьями она прячется. А это, наверное, поликлиника? Или что это? Ну, поближе подойдем, посмотрим. А когда-то на месте вот этого шиномонтажа стоял вагончик, был там магазинчик продуктовый. Назывался он Колобок номер какой-то. В Санкове было несколько магазинов Колобок, и все они имели разные номера. Колобок номер 6, номер 4. Оригинальное такое название. И вот мама говорит, сходи в магазин в какой-то. Ну, вот в Колобок в какой-то. четвертый. Идешь, четвертый Колобок. Да, это поликлиника. Маленькая, посмотрите, какая. Ну, тут-то и людей-то немного. Больница вот там, значит, да. Больница небольшая, я так полагаю, что какие-то сложные случаи здесь не будут лечить. Если какие-то проблемы, то отправляют либо в Бежицк, либо в Тверь. Совсем маленькая больничка, смотрите, какая. Три этажа, один корпус. И вокруг елочки. Красиво. березки. Посмотрели мы на Санковскую центральную районную больницу. Печальное, конечно, зрелище. Все эти областные больнички выглядят так. Немножко заброшено. Но, судя по всему, там собираются вставлять пластиковые окна. Так что больница будет выглядеть поинтереснее. Цветочки там на окнах, занавесочки. И лежат больные люди. Я не хотела бы лежать ни в этой больнице, ни в какой-либо другой. Я больницы терпеть не могу. Но, я думаю, мало людей найдется, которые больницы любят. Ой, смотрите, ромашечки. Красиво. Такие цветочки интересные. летом такая красивая природа. Мы уже почти дошли до конца поселка. Туда дорога идет дальше, на какой-нибудь другой поселок, село или деревеньку. Если свернуть направо, вот откуда машина выехала, то мы выйдем куда мы выйдем? Ну, где вот это типа электростанция, где кладбище, где мы гуляли пару дней назад. Где школа вторая. Да, где вторая школа. Я думаю, что туда мы выйдем. Но мы туда не пойдем. Это, мне кажется, очень долго будет. Хотя, кто его знает, здесь такие расстояния. Кажется, что далеко, два шага сделал, уже пришел. солнышко уже скрылось, похолодало, комары заедают. Я так полагаю, что мы будем поворачивать и идти этой же дорогой в обратную сторону. Да? Что, повернем сразу, а то я говорю, что будем идти обратно, а сами не поворачиваем. Так вот. Значит, пойдем обратно, зайдем в магнит. Мы-то мороженое ели. Что ж, моя мама без мороженого-то не должна же остаться. нечестно. Купим ей мороженое, воды пару канистр чистой и пойдем домой. Я так подумала, что ничего интересного с нами сегодня уже не произойдет и смысл снимать дальше отсутствует. Так что на этом свое видео я буду заканчивать. Надеюсь, оно было для вас интересным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!